Почему какая-то рандомная чеченская мать должна это делать? Почему это касается только обычных людей? Почему мы не видим Рамзана Кадырова, например, который точно так же залезает на капот автомобиля и в последний раз, может быть, обнимает своего уже на сегодняшний день совершеннолетнего сына Ахмата? Почему его мать, жена Рамзана Кадырова, не обнимает своего сына? Почему Магомед Иудов со своей женой не провожают своего тоже совершеннолетнего уже сына? В Чечне была отправлена очередная партия военнослужащих на фронт Украины и на этот раз появились видео-съемки, как матери провожают своих детей. На эту тему очень хорошо высказался Хасан Халитов. Вчера был опубликован ролик, я его также переползил у себя в телеграм-канале, можете посмотреть. Но я тоже хочу сегодня прокомментировать эту ситуацию и для начала давайте посмотрим сначала эти кадры, по сути душераздирающие такие кадры, как матери провожают своих детей на войну, возможно, последний путь. Вчике, жена Рамзана Кадырова, Дуб, Кадырова, Дуб, Кадырова, Дуб, Кадырова, Дуб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это теперь уже очевидно Сразу же снарядили Посадили в грузовики и отправляют Воевать И вот когда ты видишь Этих матерей, плачущих, рыдающих Бросающихся на капоты Автомобилей, там кто-то Из присутствующих подгоняет машину Свою к этому грузовику Чтобы мать могла залезть на капот этого Автомобиля и обнять своего сына Возможно последний раз Понимаете, насколько это Это момент такой очень Серьезный Мать понимает, что возможно она видит Своего сына в последний раз Возможно она его обнимет Сейчас в последний раз И она делает какие-то несвойственные Для обычной ситуации вещи В обычной ситуации не будет Залезать на капот автомобиля Пытаться что-то обнять своего сына Но здесь ситуация такая Что она понимая, что это возможно Она в последний раз своего сына обнимет Она залезает на этот капот И обнимает своего сына И вот здесь справедливо у многих людей Возникает вопрос Почему какая-то рандомная Чеченская мать должна это делать Почему это касается только Обычных людей Почему мы не видим Рамзана Кадырова, например Который точно так же залезает На капот автомобиля И в последний раз, может быть Обнимает своего уже на сегодняшний день Совершеннолетнего сына Ахмата Почему его мать, жена Рамзана Кадырова Не обнимает своего сына Почему Магомед Иудов Со своей женой Не провожают своего Тоже совершеннолетнего уже сына Почему другие из окружения Кадырова Всевозможные министры Главы всяких ведомств Просто там какие-то Его друзья приближенные Муфтий республики Всякие помощники Заместители Подносчики Люди, которые вытирают его обувь Люди, которые открывают дверь Ногу его засовывают в машину Или высовывают эту ногу Охраняют его голову Чтобы она не ударилась Крышу автомобиля Почему вот эти вот все люди Почему мы их не видим там Почему мы их детей не видим Почему мы не видим Вот этих душераздирающих Видео С участием этих людей Мы бы хотели Мы бы хотели смотреть на вас И переживать за вас Смотреть, как Рамзан Кадыров Провожает своего сына Ахмада Как он его обнимает Залезая на капот Своего GLE, например Или S-класса Мерседеса На Rolls-Royce Какой-нибудь Понимаете? Как стоит на этом капоте Как он стоит Как его супруга Как другие его дети Стоят и плачут Обнимают своего ребенка И мы бы за вас переживали Я бы искренне Вместе с тобой Кадыров Плакал бы Глаза бы мои Наливались бы слезами Понимаешь? Мне было бы очень обидно За тебя Я понимал бы Насколько это Драматический момент Для тебя Но почему-то нет Мы этого не видим Но мы видим Рандомную Какую-то Бедную женщину чеченскую Бедных женщин Она там не одна Мы видим Как они Провожают своих детей Возможно Последний путь Как бы это Прискорбно И печально Не звучало Возможно Действительно Часть этих Детей Обратно не вернутся И Я бы Вообще Наверное И даже не стал бы Эту тему комментировать И Абсолютно не переживал бы И не переживая За тех Кто добровольно Отправляется За тех Кто служит В различных Полках Бригадах Батальонах И прочих Ментурах Кадыровских Я наоборот Не против Хотел бы Чтобы вас туда Отправляли И вы Для этого и шли Служить России Вы должны Защищать эту страну Я бы абсолютно Не переживал бы За вас Не переживая Наверное За ваших матерей За матерей Тех детей Которые Те матери Которые добровольно Своих детей Отправили на эту службу Нечего Наверное Переживать за вас Но здесь очевидно Что Это Это те люди Которые Абсолютно Никак не планировали Ни Служить В ваших Структурах Тем более Воевать В Украине И вот эти матери По их словам Потому что Они говорят Тоже понятно Что они Застаны Врасплох И отсюда Появляется Вопрос У людей Кадыров Почему ты Следуя своим же Обещаниям Ты ведь Совсем недавно Обещал нам Что Когда вопрос Стоял Об отправке А Точнее Об отправляющихся В Сирию Молодых людях Из Чечни Ты тогда говорил Где там джихад В Сирии Если бы там был джихад Я бы первый там воевал Скажите мне место Назовите мне место В этом мире Где сегодня Есть джихад Священная война Я первый туда Отправлюсь Я возглавлю там джихад Говорил ты Но сегодня ты Весь твой муфти Отсо твое окружение Убеждают нас В том Что в Украине Именно тот самый джихад Священная война На которую нельзя Просто не отправиться Если там погибнуть То ты Станешь обитателем рая Не погибший Сегодня там В Украине Никогда не станет Шахидом И Война Которая не идет Сегодня в Украине Это не джихад Только там Сегодня джихад Вы сегодня Об этом говорите Не ты Не отправляешься На эту священную войну Не возглавляешь Там свои батальоны Ты не штурмуешь Украинские позиции Украинские окопы Мы не видим тебя Врывающимся Украинские окопы И расстреливающим Там Украинацистов Как вы их называете Мы тебя не видим Мы не видим твоего окружения Иудова Хамбиева Делимханова И прочих Да вы скажете Делимханов там что-то Мариуполь бегал Да бегал Мы видели как он там бегал В том-то и дело Что вы только и бегаете В том-то и дело Что все Все что вы делаете Это Мутафория Это шоу А вот реальные Трупы Реально разорванные Тела Реально погибшие На этой войне Это почему-то не вы Это никто Из вашего окружения И почему так всегда Вот задаются ли вопросом Интересно у нас Обычные люди Почему Ни в одной войне Не погиб Ни один близкий Человек Кадырова Почему Почему В первую войну Когда твой отец Кадыров Стоя на тракторе Объявлял Священный джихад России В это самое время Из твоей семьи Из твоих близких Родственников Ни один человек Не погиб на этой войне Не было ни одного раненого Вторая война На которой уже Твой отец Объявлял джихад Против нас Уже стоя в рядах Российской армии Вы объявляли Джихад против нас Вы воевали против нас И опять Ни одного погибшего Ну если не считать Твоего отца Которого Путин Отправил на тот свет И твоего брата Который от перегрузировки Наркотиков умер Это не потери В боевых действиях Ты Человек Который рассказывает Что участвовал Во всевозможных боях Там что-то Возглавлял Какие-то операции Пугал Полторы тысячи Муджаидов Пугал Авдарханова Амада Эйсу Мунаева Кого ты там только Не пугал тебя Послушаешь С кем ты только Не воевал Ни одного ранения Или ты может быть Умер на этой войне И вот сейчас В Украине идет По вашим словам Священная война Там идет джихад И опять Ни один Погибший Из членов Твоей семьи Из близких Тебе людей Близких В плане Твоих родственников Ни один Ни одного раненого Никто не лежит В госпитале Никто не получает Пенсию По инвалидности Нет Никто Как так получается Я Пока обдумывал Эту тему Сейчас Находясь в пути Я Вспомнил Похожую Похожую ситуацию Пример тебе Кадыров Когда Несколько членов НАТО Во главе США Британии Объявили Войну Афганистану В начале 2000 Почти 20 лет Они воевали В Афганистане И вот представь Наследник британской Один из наследников Британской короны Тот кто сейчас Уже добровольно Отказался От этого От этой британской короны Принц Гарри Он Отправился В Афганистан И принимал там Участие В боевых действиях Представь Представь Какая разница Британская корона Семья Уинзардов Которых О которых Вы Брезгливо Вы так Высказываетесь Постоянно Там что-то Везде виднеется Радужные флаги Какие-то Виднеются Эти Злосчастные Четыре буквы Эти члены НАТО С которыми Вы якобы Сейчас воюете В Украине Против которого Против Этого Альянса Против НАТО Сейчас должны Объединиться По вашим словам Все Здравые силы Добро против Зла Зло это НАТО Вот это вот Вселенское зло Которое Должно быть Трусливым Ничтожным Представьте Даже это Эти люди Показали тебе Пример Которых Как надо Воюя С Афганистаном Член королевской Семьи Находился Там В Афганистане Не так Что поехал Там Снялся В нескольких Тикток роликах И вернулся Обратно Нет Он там Реально Находился Мы сейчас Не говорим О том Насколько Там Было Его Участие Не важно Так что Человек По крайней мере В отличии От тебя И твоих Отпрысков И твоих Близких Твоего окружения Он там По крайней мере Провел Какое-то Время Это ведь Хороший Для тебя Пример Что те Воевали С мусульманами Что вы Воюете С мусульманами По сути Вы Вы-то Являетесь Братьями Хоть вы Объявляете О том Что вы там Враги Что ты Сражаешься Против НАТО Они тоже Сражались Там В Афганистане Против мусульман Ты тоже Всю свою жизнь Посвятил Сражению С мусульманами Уничтожению Мусульман Возьми Пример Возьми Пример И отправь Своего Совершеннолетнего Сына Туда Пойди Его Провожать Вместе Со своей С семьей Встаньте На капот Поплачьте Потом Сам туда Отправься Последуй Своим Обещаниям Которые Ты давал Людям Давал Всем нам Стоя В мечети Когда ты Толкал Эту речь Выполни Обещание Поедь Возглавь Там Эту Священную По вашим Словам Войну Спецоперацию Возглавь Ее Покажи Нам То видео Я хочу Увидеть Как ты Будешь Штурмовать Украинские Окопы Я хочу Увидеть Как ты Лично Будешь Брать В плен Украинских Нацистов Покажи Нам Это Люди Которые Видят Эти Ролики Эти Видео Чеченские Женщины Плачут Поверь Мне Они Все Хотят Видеть Как ты Провожаешь Своих Детей На войну Они Все Хотят Видеть Как ты Лично Что Будешь Украинские Окопы Покажи Нам Это Подписывайтесь Продолжение следует